Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Зачем с таким шумом Собирать столько жизней Когда можно донести свое послание Куда тише Чтобы выполнить свою задачу Мне надо убить лишь Брауна и его гостей И тебя, конечно же Я пришел за тобой, Вика Я не боюсь смерти Но и не радуюсь ей, брат Правда, я слышал Что некоторым она приносит Облегчение Сегодня один из нас Сможет это Берегите 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 Ну, где ты? Я вроде не рад, что ты выжил, Фран Ты показал себя достойным, братик Человек Готовый пожертвовать собой Ради спасения многих жизней КОНЕЦ КОНЕЦ Мы не так уж и отличаемся Ты и я Мы солдаты Но у нас есть приоритеты Что такое Отключение в лицо По сравнению с тысячами Девизонных Продолжение следует... Ты думаешь право заботиться о паукментированном А нас? Такие люди думают только о том, как пробить карман Они истинные враги Я не буду ждать, сынок Стоять так, чтобы я тебя видел Хватит двигаться Стоять так, сынок Ты и мне больше скинул, сынок Достаточно! Стоять так, сынок Девизонных Ты не можешь Привысить Командулы Субтитры сделал DimaTorzok 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 Макрити, все кончено. Сегодня глава Санта Натаниэль Браун публично поблагодарил Интерпол и частную охранную компанию Тарвас за срыв теракта, который должен был произойти на прошлой неделе во время конференции «Тихая гавань». Интерпол уже подтвердил, что группа радикальных террористов, связанных с коалицией за права аугментированных, заложила в жилые корпуса, окружающие АПЕКС-центр, столько взрывчатки, что взрыв уничтожил бы два квартала. Несмотря на это ужасное происшествие, Браун придерживается следующего мнения. Нельзя принимать поспешные решения руководству из страха. И нельзя, чтобы будущее определяло меньшинство. Акт о восстановлении человечества противоречит главным принципам ООН. Я полагаю, что через некоторое время Совет Безопасности должен прийти к разумным выводам. Какие громкие слова. Что ж, друзья, посмотрим, удалось ли Натаниэлю Брауну предсказать будущее. С вами Элиза Казарова. Эй, ты вообще слышишь? Мы победили. Правда. Мы полностью сорвали их план. Марченко, Орхидея, бомбы. Ты слишком увлекся работой. Пора выйти и разбираться. Воздухом повышать. На следующей неделе нас ждет вас. Под прошлой ночью со мной связался Янус. Сказал, что Браун налег на веслах. Он и остальные спасенные знают, что Акт не решение. Пик может еще долго трепаться, но Акт уже торпедирован. Все кончено. Янус всегда обо всем знает. Но только не тогда, когда это по-настоящему важно. Ты о Миллере? Мне очень жаль, да? Я была уверена, что он работал на иллюминаторах. И я тоже так думал. А когда понял, что он невиновен, прошлое уже не изменить. Нужно работать дальше. Что у тебя на уме? Сколько еще у них может быть планов. Сколько солдат вроде Марченко только ожидают приказа. Не называй его солдатом. Он просто громила. У солдат есть кодекс чести. Еще солдаты выполняют приказы. И он был готов его, невзирая на последствия. Ты так говоришь, будто жалеешь, что он мертв. Он сделал свой выбор. Я свой. Кроме того, мы хотим добраться до тех, кто стоит за ним, за актом о восстановлении человечества. До тех, кто пока прячется. Мы должны вытащить их из тени на свет. Теперь мы знаем фамилии. Мандерли и Бейдж. Коллектив не успокоится, пока их не докажет. Да? Мне бы хотелось еще одно имя связать с лицом. Это Янус. Так вот, что тебя занимает. Слушай, Анна, я попробую, но я тебе уже говорила. Он не любит встречи, которые проходят не по его правилам. Тогда скажи, что вы брадагов. Или он устроит нам личную встречу, или я сам его найду. Думаю, самое время встретиться с тем, кто носит маску, Алекс. Как ты думаешь? В Браге была найдена мертвой женщина, которую подозревают в создании бомб, использованных в теракте на станции Ружечка. По словам властей, адрес квартиры Элисон Станиковой был получен в ходе тщательного расследования, проведенного в том числе Интерполом. Стаников была бывшей военной. Ее подозревают в сотрудничестве с КПА. В городские службы поступили жалобы от соседей Станиковой по поводу отключения электроэнергии. Войдя в ее квартиру, полицейские обнаружили трупы Станиковой и десятков аугментированных культистов. Все указывает на массовое самоубийство. В отчете Корнера, выпущенном сегодня в Браге, задержатся новые шокирующие сведения о смерти доктора Таласа Рокера, бывшего лидера КПА. Судя по всему, основной причиной смерти доктора был чрезвычайно высокий уровень алкоголя в организме. Других токсинов обнаружено не было, как и признаков подозрительной активности. Источники, близкие к Рокеру, говорят, что он сражался с алкоголизмом с тех самых пор, как стал публичной фигурой. Мне, разумеется, не стоит и напоминать вам, что основанную им организацию, Коалицию за права аугментированных, связывают с жутким терактом в Лондоне, случившимся на прошлой неделе. Мне кажется, что не так уж и давно в этой самой программе выступал доктор Талас Рокер, пытаясь убедить нас, что Коалиция за права аугментированных – мирная организация. Сейчас, конечно же, мы стали немного мудрее. С момента смерти доктора Рокера, КВА очень скоро показала свое истинное лицо. После теракта, случившегося на прошлой неделе, ООН официально назвала КВА террористической организацией. Прямо сейчас отважные сотрудники чешской полиции штурмуют контролируемое КВА здание в комплексе Утулек. Вот пример неповиновения, с которым они встречаются. Вы, вы все не так боли. Итак, КПА подставили. Вы же не понимаете, ну, Виктор Марченко не был из КПА. Он пытался убить КПА, убить наше дело. Но не вышло. Мы сильны. Мы не виновны, и мы не будем пешками в играх перепуганных богачей, которые желают принизить наши права. Простите, молодой человек, но сдается мне уж больно много вы протестуете. В отношении криминальной организации «ТВАЛИ» сейчас ведется тщательное расследование в связи с ее рулем в Лондонском теракте. Улики, обнаруженные интерполом, указывают на то, что члены пражского отделения организации обеспечивали террористам КПА оружием и логистической поддержкой. Среди тех, кого он взыскивает педохоса, есть и Радич Николадзе, лидер пражского отделения «ТВАЛИ». Близкие к нему источники говорят мне, что Николадзе ушел с радаров и вряд ли когда-нибудь найдется. Возможно, это доказательство вины. Присоединяйтесь к дискуссии и сообщите нам свое мнение. Присоединяйтесь к дискуссии. Присоединяйтесь к дискуссии. Присоединяйтесь к дискуссии. Присоединяйтесь к дискуссии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА